Добрый день, добрый коллеги. Я стараюсь рассказать, и стараюсь кратко это сделать, про то, что может делать ВУЗ или научная организация, но в меньшей степени, с точки зрения увеличения научной продуктивности. Не секрет, большинство организаций, в том числе учебные, вузовские организации, они не публикуют статей, не выпускают научного продукта на уровне средних европейских и американских организаций. Возможен ли вообще рост в научных организациях, в учебных организациях, или мы сосредотачиваемся строго только на учебе. Есть очень хороший пример, проект 5.100, в рамках которого впервые систематически ставилась цель, и собиралась статистика, и спрашивалась за увеличение именно публикационной составляющей, и качественной публикационной составляющей. Что мы можем увидеть, если посмотрим на статистику? За практически два года программы, хотя существует некоторый предыдущий момент развития у этих университетов, 15 университетов, в сумме в два раза превысили объем публикаций МГУ. По сравнению с общим числом публикаций России, это существенное количество публикаций. Но если мы смотрим только на публикационную активность, то возникает ряд вопросов. Публикации сами по себе не возникают, и все время возникает сложность. А возможно ли рост? Насколько он быстр? В качестве примера, я сперва сравню наш университет. Мы активно начали расти еще с 2011 года, когда впервые запустили программу стимулирования публикационной активности. И если мы попробуем найти аналогичный ВУЗ, аналогичный в каком плане? В большей степени ориентирован на технические науки, создан приблизительно в то же самое время. И самый важный момент, не являющийся англоязычным или активно включенным в англоязычную среду. Удивительно, такой ВУЗ существует. Если мы, и он практически близок к нам по параметрам. Если мы посмотрим на графики публикационной активности, то за один и тот же период мы можем увидеть следующую картину. С левой стороны это шкала нашего числа публикаций. С правой стороны это число публикаций Харбинского политехнического института за тот же самый период. Разрыв практически в 8 раз. Если мы сдвинем шкалу немного раньше, то мы можем сделать предположение о том, что УРФУ растет с той же практически скоростью, как Харбинский политех 13 лет назад. За этот период Харбинский политех увеличил практически в 21 раз число публикаций. Но при этом также существовали и другие изменения, которые я постараюсь продемонстрировать. Прежде чем мы будем обсуждать содержательную часть, посмотрим, а как растут наши университеты. Ведь не секрет, просто количество публикаций, оно мало о чем говорит. Важный вопрос о том, кто делал эти публикации преимущественно. Делались ли они в большей степени в коллаборациях, как например в НГУ, где 95% публикаций сделаны в соавторстве с институтами Академии наук Сибирского отделения. Или как бы больше мы росли за счет собственных средств. Я не стал приводить на данных слайдах все ВУЗы 5.100, но три характерных примера. Все ВУЗы, Томский государственный, Томский политехнический, УРФУ, росли практически за счет собственных резервов. То есть средние полоски в каждом ВУЗе, это доля фракционная публикаций, которые были написаны только авторами из данного университета. Качество. Погоня только за количеством публикаций вполне может быстро ВУЗ поставить на путь простого наращивания публикаций. Не секрет, в индексах цитирования, по которым проходит оценка, существуют журналы или существуют буксерии, в которых чаще всего публикация может произойти только за счет того, что вы заплатили деньги. Некоторые университеты идут по этому пути. И что мы можем получить? В принципе, наверное, большое количество публикаций в Казанском университете, в указанных пяти журналах, наверное, само по себе не является страшным. Но что это за журналы, если мы посмотрим на то, что внутри пишется справки про этот журнал. Первое, журнал одновременно является журналом политематическим и в области наук об искусствах, гуманитарных науках, социальных, экономических. И при этом, если мы посмотрим на последовательность, сколько статей каждый год в этом журнале появляется, то видим активное наращивание числа публикаций. Индексы не всегда оперативно борются с подобными проявлениями. Но, тем не менее, мы видим результат. Результат протекает не только в области наращивания числа публикаций, но также в рамках компетенций сайваловских, которые мы тоже можем посмотреть у Казанского университета федерального. Мы можем увидеть большой блок, который всплывает в форме вот этих 500-600 публикаций, сделанных по социал-сайенс, экономике и другим наукам. По поводу продуктивности авторов. Сколько авторов реально в университете пишут статьи? Ведь мы всегда можем говорить, что у нас очень много публикаций, но если их, например, выдает меньше 10% авторов университета, это будет не так хорошо, как если бы большая часть авторов, идеально 100, но она никогда не может быть достижима, писали бы научные статьи. Опять же, сравнение. Здесь как бы не в пользу нашего университета, но мы надеемся на активные изменения. Обращу внимание на то, что помимо просто написания статьи, существует скрытая работа, которую университеты проводят. Это то, что университеты, которые активно пишут, они также еще и активно публикуют, активно читают. И без активного чтения никакой университет не может гарантировать высокое качество и высокое количество публикаций. И здесь маленькое сравнение, которое показывает, где большинство наших университетов находится в области публикационной активности. Смотрите, по вертикальной шкале это какая продуктивность авторов. За три года взято число публикаций по профилям скопуса в конкретной организации и вычислено, сколько уникальных авторов по идентификаторам скопуса были указаны в качестве авторов данного университета в конкретных статьях. И видим, что в среднем большинство университетов находятся в одной и той же области внизу. То есть и университеты сравнения, наши российские, которые слева находятся, и ведущие университеты, которые мы выбирали для нашего университета в качестве бенчмарков, они в среднем продуктивны одинаково в расчете на одного уникального автора. Причем важно, это авторы могут быть не только сотрудники университета, это также и студенты, это и аспиранты, и все, кто приглашаются и приезжают в университет на работу. Два исключительных случая университета Альта и Сити-Университета в Гонконг. Скорее артефакты в том плане, что это университеты, которые последние несколько лет активно росли в рейтинге, делали большие ставки именно в рост публикационной активности. Но если мы при этом посмотрим на то, какое соотношение за три года числа уникальных авторов на научно-педагогический состав, для российских университетов он по данным министерства был взят, для иностранных университетов он был взят из базы данных Insight, то мы увидим, что большинство ведущих университетов, Йонсей, Харбинский, Циньхуа, это университеты, которые входят в топ-400 ведущих рейтингов, они все публикуют существенно больше за указанный период статей, авторов у них больше, чем научно-педагогического состава. Связано это скорее, во-первых, с тем, что в процесс написания научных статей вовлекаются и магистранты, и аспиранты, что делается у нас в меньшей степени, и также большое число сотрудников научных, которые не являются штатными сотрудниками университетов. Возникает важный вопрос, насколько рост может быть устойчивый в университетах. Для того, чтобы понять, насколько мы можем устойчиво расти, мы должны определить, а как публикуются авторы, которые начали публиковаться в разные периоды времени. То есть если мы сравним авторов, которые публиковались активно, например, в 2010 году, с авторами, которые первые публикации сделали в 2009 году, или в 2010, или еще позже, то какая у них разница в публикационной стратегии? Это мы можем посмотреть на примере УРФУ. Причем сразу скажу, что подобная картина наблюдается во всех вузах 5.100. Первое. Каждый год, в начале 2010 года, здесь синеньким показано, это авторы, которые, здесь только количество авторов, которые указали афилиацию университета в качестве одной из афилиаций. Мы видим, что количество авторов 561, в следующем году не все эти авторы будут публиковаться. И мы видим о том, что сокращение каждый следующий год идет в два раза для каждой из когорт. То есть в чем причина? В большинстве случаев это сокращение связано с тем, что выпускаются и больше не ставят свою афилиацию аспиранты, которые защитили диссертации. То же самое протекает по каждому году. И университетов единственный шанс качественно расти, на мой взгляд, это удерживать авторов внутри университета, создавая им условия для продолжения своей научной карьеры. Потому что получается, что в большинстве случаев авторы у нас публикуются один год и уходят. И больше не вносят вклад в развитие науки университета. Но если мы говорим про просто увеличение числа авторов, ведь не обязательно все эти авторы, каждый из них написал по одной статье. Они пишут в соавторстве. И очень интересный вопрос, а каково соавторство между ними? То есть насколько часто авторы, которые традиционно писали, и написали первую статью в 2010 году или ранее, они насколько часто взаимодействуют при написании статей со своими коллегами. Вот пример по нашему университету. Мы видим, что в среднем число статей, которых автор впервые написал статью в 2010 году, и больше ни с кем в следующих годах не писал ее, это число публикаций стабильно. То есть авторы находятся уже на пределе своей публикационной эффективности или активности, скажем. Единственное, что они могут, это только увеличивать качество своих публикаций. Это с одной стороны. Но с другой стороны, посмотрим, цветными полосочками, чуть выше, но небольшими, в 2011, 2012, 2013, 2014 году указаны доли статей, которые были написаны совместно с авторами, которые начали публиковаться в 2010 году. То есть авторы могут наращивать публикационную активность, свою личную, только одним способом, если они начинают писать в соавторстве с молодыми учеными. При этом важно еще смотреть на то, где публикуются статьи новых авторов. Пример Томского госуниверситета. В большей степени вклад в публикационную активность старых авторов 2010 года с новыми авторами произошел не в области журнальных публикаций, а в области конференционных статей и в области буксириес. То есть молодые авторы под руководством известного, состоявшегося ученого делают свои первые публикации и тренируются публиковать более качественный результат, что мы можем посмотреть на том, как их публикационная активность дальше продолжается. Я эти слайды предлагаю пролистать в большей степени, потому что скорее их можно изучить подробно, будет на сайте университета. Но основной вывод. Рост публикационной активности университета в большей степени определяется тем, насколько авторы новые вовлекаются в научный процесс. И насколько они не просто вовлекаются, а насколько они сохраняются в университете. Не надо забывать, что любая публикационная активность невозможна без финансирования. Специально мы проводили исследование в содружестве с компанией Thompson Reuters, заказывая у них отчет о том, сколько в среднем стоит одна статья. Это очень неоднозначный показатель. Но тем не менее, если мы возьмем объемы финансирования за 5 лет или за какой-то период времени и число публикаций за этот же самый период, то в среднем мы можем оценить стоимость одной статьи. В среднем, по большинству организаций, если это организация, например, не университет Циньхуань, которая активно растет и каждый год наращивает бюджет практически на 200 миллионов, то в среднем стоимость одной статьи в большинстве организаций по миру одинаковая. Она, конечно, отличается в зависимости от предметных областей, но в среднем для одинаковых устроенных по структуре научных тематик университетов близка. Чем больше денег мы вкладываем, тем больше мы можем ожидать выход в форме научных публикаций. И важный момент, который нужно, наверное, заострить внимание, это то, что наукой чаще всего университеты занимаются не только и не столько для того, чтобы повышать уровень своего преподавания, хотя это, безусловно, самая важная наша задача, а с целью дифферсификации доходов университета. Если университета 50% дают студенты и 50% дает прикладные или фундаментальные исследования в форме привлеченных грантов или хоздоговорных тематик, то это университет устойчивый. Обратим внимание на то, как изменился объем на НИОКР университетов 5-100. В всех университетах наблюдается рост объема финансирования. Можно поспорить на предмет того, насколько рост качественный, потому что некоторые вузы указывают здесь и субсидию по 5-100. Но, наверное, более интересно было бы посмотреть, насколько вузы в состоянии конвертировать публикационную свою активность в привлекаемые на следующем этапе гранты. Здесь график того, кто смог извлечь наибольшую пользу из университетов 5-100 от своей публикационной активности. То есть кто стал за счет своих публикаций привлекать больше и выигрывать больше грантов. Здесь скорее надо говорить о том, что общий подъем связан еще с появлением финансирования РНФ. На этом я закончу. То есть основной вывод, все-таки любой рост, он в большей степени основан на способности привлечь ученых новых и способности дальше ученых и их результаты сконвертировать в новые гранты, чтобы создать еще больше научных продукций и еще больше научных результатов. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Вопрос на мой доклад Андрея Мартиновича. Меня удивило, что очень сильно упала публикационная активность Института физики металлов. И уже в это же время выросла активность ОФУ. Есть ли вклад в то, что некоторые физики, продолжая работать в физике металлов, стали просто писать ОФУ, потому что им там за это деньги не платят, а у вас платят? Значит, окей. Реально нет. То есть снижение публикационной активности Института физики металлов все-таки это внутренние процессы внутри Института физики металлов. Ну, коллеги, будем честны, все мы смертны, и все-таки если институты и университеты не вкладываются в воспроизводство кадров, то на следующем этапе можно рисковать тем, что у нас не будет публикации. То есть более детально готов поговорить в плуарах уже. Я хотел здесь немножко бы прокомментировать. Просто этот тезис о том, что университеты за деньги покупают публикации, он часто звучит. Но здесь, что я хочу сказать, что вообще говоря, это грамотная кадровая политика университетов. Тогда, когда университеты осознали, что самое ценное – это люди. И привлекают людей для того, чтобы они работали в университетах. И мне неизвестно ни одного случая, хотя вот там легенды какие-то ходили, когда бы там за публикацию просто вот выплатили деньги, а дальше вот ученые вот где-то там работают у себя в научной организации и в университет нос не показывают. Всегда это связано с работой с дипломниками, работой с аспирантами, чтением лекций и так далее. Это нормальная кадровая политика, которая приносит свои плоды практически во всех ведущих университетах. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Одну секунду. Аня. В университете действительно ведется такая борьба с некачественными публикациями. Есть приказ руководства об этом, что не будут поощряться уже чуть ли не со следующего года вот эти мусорные публикации. Но я разговаривала с нашими авторами, они все равно их публикуют. Зачем? Для того, чтобы отчитаться по грантам РНФ, РГНФ и так далее. Будет ли вот на уровне тех фондов вестись аналогичная борьба или нет? С тем, чтобы помочь нашему университету делать действительно качественные публикации. Я представляю, что является монитором РНФ, мы ведем эту работу. Ну, ответ получен, да? Я что хотел бы здесь сказать. Задача повышения качества, она общая. И на самом деле это задача, которая обеспечит завтрашний день. Да, мы можем нагнать количество, но если не будет качества, мы провалимся. Там пример был с деревом, с Польшей, с табуретками. Тем не менее, вопросы количественные, повышение доли, повышение видимости российских публикаций в мировом потоке научных изданий, это на самом деле тоже очень важная задача. Потому что, ну, передача знаний происходит только по публикациям. К сожалению, ну, в силу там особенностей развития нашей страны, ну, мне кажется, будет больше из-за этого. Сейчас поток, вот, публикационный поток Российской Федерации, он просто вот занижен из-за этих особенностей. И поднять общую планку, ну, это первоочередная задача. Но вот задача завтрашнего дня, чтобы вот не провалиться, нам нужно поднимать качество. Здесь все тенденции повышения качества есть, они подтверждаются с разных сторон. Но на уровне университетов это просто элемент дальновидной политики, когда поддерживаются те публикации, которые имеют лучшее качество, большее содержание. Спасибо, еще вопрос был у вас. Я просто уточни, я интересовал слайд по статистике читателей, информативный слайд. Но уточните, это именно читатели или нет, это просто сессия? Нет, еще раз, это то, что, соответственно, досконально на этот вопрос может ответить, например, представитель Эльзивира. Но по консультациями с ними, это число как бы авто, уникальных сотрудников или студентов, которые активировались как профили отдельные. И кто читал? То есть компания Эльзивир как бы отслеживает, сколько уникальных не сессий именно, а сколько как бы отдельных персон в разных вариантах читают с разных компьютеров, возможно. Спасибо.